Максим Горький. Яшка. Сказка. Жил-был мальчик Яшка. Били его много, кормили плохо, потерпел он до десяти лет, видит, лучше не жить ему. Захворал, да и помер. Помер, и хоть были у него кое-какие грешки, однако очутился Яшка в раю. Смотрит Яшка. Не видно хорошо в раю. Посреди зеленого луга на золотом стуле сидит господь Саваоф. Седую бороду поглаживает, озирается всевидящим оком, райские цветы нюхает, а райское пение слушает. Везде во цветах, на деревьях, херувимы с серафимами осанну поют. А по светлому лугу, по веселым цветам, святые угодники хороводом ходят и мучениями своими хвастаются. Господи, говорят, ты гляди-ка, батюшка, как мы измучены, как изувечены, а все имени твоего ради. Кожица у нас ободрана, тельце наше истрепано, ручки, ножки изломаны, ребрышки наружу торчат, а все славы твоей ради. Слушает Господь, немножко морщится. Да уж ладно, говорит, уж слыхал я это, ведь вы почти две тысячи лет, одно и то же поете, но пострадали, помучались. Покорно вас благодарю за это, только спели бы вы хоть разок веселое что-нибудь, а? А святые угодники опять свое. Господи, кричат, миленький ты наш, погляди-ка, ножки у нас переломаны, ручки вывихнуты, ведь как мы страдали, и жгли нас, и давили, и голодом морили, и чего только с нами не делали, а все тебя, Господи, ради. Вдыхает Господь, соглашается. Верно, братцы, прославили вы меня мучением, да обошли весельем. А святые угодники опять свое тянут. Смотрит на них Яшка из-за райской яблони. Тощие они все, темненькие, кои прихрамывают, кои на карачках ползут. У одних глаза выколоты, у других головы отрублены, угодники божии подмышками держат их, как арбузы. В сторонке шестнадцать тысяч святых девственниц лежат, сохнут, в поленице сложены. Варвара-великомученица перед Пантелеймоном-целителем кровавыми ранами хвастает. Екатерина Иоанну-воину о своих муках сказывает. А серафимы с херувимами всю осану поют, и некоторые от усталости фальшивят. Слышит Яшка, говорит Господь тихонько апостолу Петру. Много у меня, Петр, праведников. А скучновато мне с ними. Напускал ты их в рай чрезмерно. Отвечает апостол Петр. Ты сам, Господи, знаешь, я готов изменить. Да ведь как теперь изменишь? Это Павлова дело. Он лысый интернационал этот устроил. Эх, Павел, Павел, вздыхает Господь. И сыну моему он Евангелие испортил. И мне от него житья нет. Смотрит Яшка, слушает. Не все ему понятно. А что скучно в раю, это он прекрасно чувствует. Ни есть, ни пить не хочется. Играть тоже неохота. И на душе смутно. Как будто он клюквенным киселем объелся. Чего они побоями-то хвастают? Думает Яшка, глядя на святых. Меня не меньше били. Да я вот молчу. У нас на земле друг друга как бьют. Кости в крошечке дробят. А ничего. И стало Яшке жалко Бога. Какая у него жизнь. Все вокруг ноют. Никто побоев не стыдится. А еще в честь и заслугу терпение свое ставят себе. И вот когда ангелы сняли солнце с неба, спрятали его под престол Господень. И наступила ночь. И праведники спать улеглись. Вышел Яшка из-за яблони. Подошел к престолу и говорит. Господи, а Господи. Поглядел на него Господь спрашивает. Ты откуда? Из Петербурга. Чего рано помер? Да, сказал Яшка. Рано. Другой бы на моем месте еще раньше подох. А ли трудно жилось? Ласково спросил Господь. Ёкнуло сердце Яшкина. Хотел он рассказать Богу о своей тяжелой жизни. Да вспомнил, как святые угодники жаловались. И сдержался. Только крякнул. И вместо того деловито сказал. Слушай-ка, Господи. Вернул бы ты меня на землю. Зачем? Спросил Господь. Да что мне тут делать? Скучно здесь. Вот и сам ты апостолу говорил, что скучно. Чудак, усмехнулся Господь. Да ведь тебя там опять колотить будут. Ничего, сказал Яшка. Поколотят за дело, не пожалуюсь. А зря будут бить, не дамся. Храбрый ты, усмехнулся Господь. Слушай-ка, деловито сказал Яшка. Ты вот что сделай. Ты меня верни назад на землю. А я там выучусь на балалайке играть. И когда второй раз помру, так буду тебе веселые песни петь с балалайкой. Ладно? И тебе веселее будет. И я недаром стану в раю торчать. Поглядел на него Господь из-под густых бровей. Погладил бороду седую и тихонько спросил. А ли тебе, Яшка, жалко стало меня? Жалко, сказал Яшка. Надоедные больно угодники-то твои. Тогда Саваоф дотронулся до головы его легкой рукой и сказал. Ну, спасибо тебе, друг мой милый. За все века ты первый пожалел меня. И верно ты надумал. С твоим сердцем в раю делать нечего. Иди, милый, на землю. В ее скорби и радости. Иди, жалей всех людей земных. Служи им верою, как Богу. Помогай им в трудах. Утешай в горе. Весели в печалях. Тут тебе и награда будет. Иди, дружок, живи во славу людям. И повелел Господь Петру Апостолу открыть двери рая, а Херувимам снести Яшку на землю. Прощай, сказал Яшка. Кивнул головой Господу. Не скучай, я скоро вернусь. 1919 год.